Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Doom 3 BFG Edition. Мы находимся в Дельта-комплексе, здесь всё плохо, то есть, ну, как везде. И мы приближаемся... Мы приближаемся... Мы приближаемся к месту раскопок, судя по всему. Надо сказать, здесь всё очень печально. По-настоящему серьёзные заварухи идут уже, и при этом... Блин, ну, вы видите, что творится. В Дельта-комплексе место гораздо более интересное, чем предыдущая локация, завод по переработке токсичных отходов. Здесь просто интересно находиться. Так, как-то освещение скакнуло, мне это не нравится. Тихо! В ряде моментов было просто натурально дико страшно. Вернулось это забытое чувство. Что ж вы, пропащие души-то, летаете тут в таких количествах? Это явно не... Ай, тихо! Я бы на них добру... На секунду стоит расслабиться и летят уже, ну... Так, хорошо, всё вроде. Я так чувствую, нам нужно будет вот сюда вот подняться, да? Патрончики, это всегда хорошо. Твои друзья теперь со мной. Скоро ты к ним присоединишься, говорит он. А, как бы не так, сказал я ему. И добавил... Очередь из пистолета-пулемета, чтобы не расслаблялся. Смех, конечно, не самый приятный. Но это уже не подарок. Так, куда идём? Ты посмотри, как тут плохо всё. Оу. Так, ну тут вроде спокойно. Давайте аккуратно убираться. Творится просто. Откуда вы все? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, хорошо. Как и демон где? Ну, то есть, если кто не знает, летающие твари в оригинальном думе круглые эти шары назывались как и демонами. Тут, я думаю, они называются так же. Как и демон. Что ты делаешь? Прекрати. Где-то там. О, похоже, улетел куда-то. Так. На тебя код я, к сожалению, не знаю. Честно говоря, вот эти разъезды мне никак не нравились. Мы уже в третьем, по-моему, находимся. И ни в одном из них не было достаточно. Хорошо. В кругом какой-то пипец творился просто. Тихо. А вот и вы. Что? Что? Получи. Так, все. Теперь. Патроны к пистолету? Зачем они мне тут? Слышу, слышу. А, это ты? Так, нам, судя по всему, туда. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут у нас патроны на пистолет-пулемет. Но мы побегаем с плазмой просто потому, что мне пистолет-пулемет уже надоело. Я с ним целых две серии, по-моему, подряд бегаю. И, честно говоря, после того, через что я прошел... Да тихо ты! После того, через что я прошел, это все меня не так уж сильно пугает. Не знаю, но в предыдущей серии было довольно страшно. Там был, опять-таки, научный центр. Там были лаборатории. Там чувствовалась атмосфера. Здесь же больше опять идут эти однообразные железные коридоры. Они сами по себе не сильно меня пугают. Но при этом экшен, экшен просто отборнейший. Все-таки такого экшена, как в играх от ID Software, нет больше просто нигде. Тихо, тихо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой, как все плохо! Ой-ой-ой-ой! Капец! Бензопила! Хе-хе, дружок! Так. Фух! Бензопила, дружба для нашего дружка. Короче говоря... Да как же ты меня уже задолбал, а? Я не могу уже слушать этого диктора. Он говорит одно и то же, с периодичностью 15 секунд. Короче говоря, несмотря на то, что сама по себе, допустим, игра Rage была довольно так себе, но все-таки все отмечали, что сам по себе экшен там очень крутой. Просто все остальное было сделано не ахти. Что-что, а экшен в играх от ItSoftware всегда был просто, ну, вообще, то есть очень крутой. Что уж говорить про Doom 3. Признанный. Ну и я бы не сказал, что шедевр. Тихо. Игрушку я шедевром назвать не могу, как предыдущие две части, то есть классические. Но именно вот как классику он уже стал. Но до шедевра игры все-таки далеко. Но тем не менее, очень и очень качественная, конечно, игрушка. И я, честно говоря, просто когда ее запускал, я не думал, что мне будет настолько интересно на нее играть. Поначалу игра привлекала... Молчи! Поначалу игра привлекала именно густой атмосферой. Сейчас игра привлекает больше именно зубодробительным экшеном. Это прям приманка какая-то. Пойдем. Больше никого? Вроде бы никого. Да, блин. Это похоже, я так понимаю, сам по себе реактор, да? Потому что какая-то страшная ктулхообразная машина. Не знаю, что это такое. Может, это Metal Gear? Metal Gear. Когда теперь опять и металлгер анонсировали. Ну, его не назвали, не сказали, что это прям пятый металлгер, но тем не менее. Да что ж такое? Этот год просто год каких-то таких камбэков. Хитман вернули. Far Cry вернули. Metal Gear, судя по всему, возвращается. Dark Souls 2 анонсировали. Tomb Raider возвращается. Короче, как-то все прям... Мост вон тут вернули. Ну, так себе вернули, конечно. О, так. Реактор отключен. Сейчас мы его, судя по всему, включим. Сначала мы... Блин, я такой уставший, что я не знаю, взял ли я сейчас PDA, КПК или нет. Нет, не брал. Не отказался. Так, ну что? Вернуться к лифтам в главном вестибюле лифта. К главному вестибюле Дельта. Набраться на лифте. Понятно. Хорошо. Это меня сейчас... Ой, как далеко назад перейдеть. Тихо. Нет прав доступа. Вот нють. К сожалению. Держать. Где ты? Так, ну ладно, поднимаемся, короче. Упал. Фу, так. Вернемся мы, судя по всему, не тем же самым путем, которым пришли сюда, потому что иначе это у нас займет 3 серии. Сейчас мы найдем какой-нибудь срез, естественно, который, собственно, приведет нас туда же. Это будет печально, потому что у нас будет понимание, что мы могли не проделать весь этот путь, а тупо срезать. Если бы у нас в игре действовали законы физики, и мы с помощью нашего вот этого вот аппарата, препарата, говорю, блин, я что-то заговариваю, все же, капитально. И с помощью этого аппарата разломали бредверь. Да, конечно, машинели тут, что надо. О, неждан. Тихо-тихо-тихо. Уйди. Блин, не надо им в упор подлетать, это плохо. Когда у меня ракетницы. Вообще, ракетницы, я думаю, мы оставим для более серьезных противников. Я не знаю, там кто-нибудь появится, может. Тут ничего. Ладно. Что тут? Тихо-тихо-тихо. Ай! Новый КПК. А, теперь у нас, наверное, уровень... А, да, точно, уровень допуска. Что еще тут есть? Так, после робота прайза у нас Брайан Мора. Почта. Управление Дельта. Безопасность реактора. Уважаемый мистер Мора, ваша жалоба была направлена в центральное управление. С этого момента я буду рассматривать там. А он писал у нас... Как инженер, ответственный за техническое обслуживание реактора в верхнем уровне, я считаю, необходимо указать на некоторые проблемы с безопасностью реактора. Если нам потребуется снимать показания с верхнего уровня во время работы реактора, несчастные случаи будут неизбежны. Я рекомендую использовать для снятия показаний дистанционные проуправляемые сенсоры и закрывать доступ на верхний уровень во время работы реактора. Понятно. А тем не менее, именно наверху ты и был, мертвый у нас. Мартиан Бальди Ком. Взбодрись. Самые низкие цены. Бесплатная доставка. Неброская упаковка. Тебе грустно? Мы развеселим тебя. Ты спишь на ходу? Мы поможем взбодриться. Ты рассеян. С нами ты будешь... Я рассеян. С нами ты сможешь сосредоточиться. Представляем самые новые биоинженерные разработки в области нервы. Понятно. Понятно. Короче, то ли это родонаркотики, то ли что, но явно ничего хорошего. Так, куда мы идем? Что мы вообще тут наверху делаем? Ой. Твою мать. Какой же ты страшный-то, а? Это же обалдеть просто. Мы идем сюда, и теперь с уровнем доступа мы сможем попасть в дверку. Так. Маленько вколем. Хорошо. Нравится. Так. Теперь сюда, да? Отлично. Да, блин. Болбаный имп. Не перестает пугать меня. Броня, конечно, берется с таким звуком, что прям кажется, что... Я не знаю. Кто-то уже стоит около тебя и хочет тебя убить. Так, хорошо. А тут мы были, нет? Нет, не были. Опять у меня. Ненавижу. Тихо. Так, ну получай. Мерзавка. Так тебе и надо. Больше не приходи, ты мне надоел. Просто до ужаса. Тут ничего, судя по всему. Ладно. Так, что еще? О! Тебя-то мы давно не видели. Минуты две-три уже. Так, хорошо. Да, мы едем вниз. Наконец-то. Фу. Правда, не так далеко вниз, как мне хотелось бы. Вон я тебя вижу. Но, тем не менее. Лавиль подарок. Оп! Хе-хе. Ой. Пардон. Ну, со второго раза вошло. Ой, тихо-тихо. Я пока не держу мышку. Да. Эти гранаты меня точно подведут под монастырь. Так, ну ладно. Ну? 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 О, по-моему, знакомые места. Хотя они не знакомые. Люблю с гранатами бегать. Они, то есть, с одной стороны, конечно, оружие дико мощное, но с другой стороны легко может убить и тебя. С ними как-то азарт просыпается. Тихо. Вот так вот они и могут тебя убить. Это было бездарно просто. М-да. Ушатал себя больше, чем этот фраг. Отлично. Ну ладно. Все равно, в принципе, как-то не очень сложно так у нас размотало. Больших сложностей не испытываем. несмотря на то, что недавно сменили уровень на сложный. Броне сложности, я имею ввиду. Ух ты. Хорошо. Так. Сюда. И, в принципе, мы возвращаемся в администрацию. Понятно. Так. Эээ. Просто хотелось мне выходить туда. Давай. ой. Да. Тут мы уже определенно были. Чего тут? Тут ничего. понятно. Смотри, как тихо. Сейчас что-то будет, я чувствую. Ну да. Офигеть, во сколько там. так, ребята. Чешки полетели. Хорошо. Еще давай. Кинем на удачу вон туда, да? В принципе, ладно. Там далее я слышу какого-то... Кто это там, интересно? Ай, это ты. Ну, хорошо. А ты кто такой? Ой, елки-палки. У тебя тоже пулемет. Гранаты тебе интересные есть? Да, блин. Ой. Каким бы крутым ты ни был, гранаты решают. Дружок. Отлично. О, еще один, смотри. Я тут не один, походу. До свидания. И все спокойно. И все спокойно. Интересный противник, кстати. В связке именно. Один ближний бой, один дальний. Такие нам доставят проблем. Ух ты. Ничего не понятно. Текстурки просто 89-й год. Ага, вон. Ой, подожди. Да, блин. Короче. Это плохо кончится, похоже. Или нет? Тут у нас гранат не вытащили. Снизу все и так. Не очень хорошо было 3 серии назад, но сейчас вообще какой-то капец просто. Тут ничего не работает. Да, лестница сломалась. Так, я примерно представляю, куда мы выходим. И сейчас мы пойдем на пути, где уже были миллион раз. Там слева костер. Чик. Мы идем туда, и там у нас будет лифт. А, это ты. Я думаю, что за новый крик. Присесть против него просто самое лучшее вообще решение. Он, конечно, потом может по мордацам пкнуть своим кирзачом. Это же другое дело. Тихо-тихо. Да, блин, допник уже. Давайте с этим походим. Без чувства в солидарности. Да, блин. С точностью, конечно, проблема у этой пушки. Так, что дальше? Бегом сюда. Пойдем в патрончики. И погнали. Так, и мы попадаем во второй сектор Дельта. Отлично. Ну, в принципе, ничего так. Справляемся. Биологические исследования. Тут что-то просто как-то все оборвано. Я не знаю, кто-то как-то шумел. Давайте мы на этом завершим эту серию. Сейчас я маленько отдохну, потому что у меня что-то голос уже запинается. В следующий мы, собственно, пойдем сюда и будем смотреть, что тут такое, что-то как. Скорее всего, есть у меня подозрения. Мы увидим того, тот образец, того испытуемого, которого они доставили сюда через портал. Потеряв при этом пятерых своих. Не знаю, посмотрим, короче говоря. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok